Добро пожаловать на наш канал! Через три я лечу на добычу камней в Арушу. Там у меня по планам номер один турмалин. На турмалинах мы еще не были, надо обязательно заехать. Сейчас история из разряда, которую вы очень любите. Значит, вот как раз джемс хантинг так называемый, да. Из-за ковида я не могу летать во многие страны вживую им заниматься, а тут еще кроме ковида другая проблема, сейчас поймете какая. Но даже в сети бывают великолепные истории, очень поучительные и показательные. Мне в инстаграм мой и в инстаграм компании моей пишут каждый день десятки людей из Мадагаскара, из Кении, из Колумбии, вообще отовсюду, из Пакистана, Афганистана. Накидывают картинок ко мне и пишут, что, слушай, я тут уже 20 лет, в 25-м поколении, занимаюсь. Меня все знают, покупай меня, приезжай. Ну там очень часто даже по картинкам видно, да, что они подворованные малость. Некоторые из них настолько крутые, что скидывают мне в том числе и мои картинки, которые снимает мой огранщик. То есть они прошли по кругу, значит, кто-то их стырил у меня из инстаграма, скинул другу, тот другому, 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 и кто-то уже перекинул мне. То есть мне предлагают мои камни. Я даже проводил несколько раз, ну, попытку купить, значит, пытался совершить, да, но, естественно, там что пишут, что скидывай 100% всю сумму, и мы тебе вышлем. Ну, мошенники, понятно, и это, ну, там, из 100, которые мне пишут, 99, они такие, да. Я уж к этому привык, воспринимаю это как развлечение, смотрю, что у них есть, блокирую, потому что они начинают писать моим подписчикам. Некоторые из них, глядя, что они подписаны на меня, скидывают им деньги, думая, почему-то думая, что это мой какой-то другой второй аккаунт. Ребята, у меня нет вторых аккаунтов. Вот CineGems, он один аккаунт. Есть он же CineGems на украинском, есть, вернее, украинский, он на русском, да, насколько я понимаю. Есть CineGems на английском, но они все называются CineGems. Если другое название, это точно не мой аккаунт. Если вы найдете мой аккаунт, про которого я не знаю ничего, пишите мне ссылки, я буду скидывать жалобы, ни в коем случае мне отправляйте деньги. Так вот, и вот мне накидывают, накидывают, и у меня как-то была бессонница, наверное, где-то это месяц назад было, да, может, полтора. И тут я увидел вот это, смотрите. Я смотрел на это всю ночь, я не смог заснуть вообще до утра. Я написал человеку, значит, он базируется якобы в Афганистане. Он спал, но он мне не отвечал, я реально не мог вот заснуть, я ждал, когда он мне ответит вообще. По фоткам, там сборная солянка, я понял, что, к сожалению, скорее всего, это мошенник. Вы посмотрите, какое великолепие, да, то есть это турмалины, совершенно черные, плавно переходящие через фиолетовый в розовый в красный. Я никогда такого не видел, я даже не знал, что такое бывает вообще. Я просто в шоке был, ну, это вот прям мое, да, это мой цвет, мое сочетание цветов, и прям, ну, о таком камне можно только мечтать. Я никогда такого не видел, вообще никогда. Ни в каких учебниках, ни в каких сборниках, ни в каких книжках, ни в каких видосах, ни на каких рынках я не видел такого потрясающего сочетания цветов. Обычно что у нас, турмалин, ну, это арбузный, зелененький и красненький, да, Например, ну, то есть к такому мы привыкли, если он чистый, яркий, он стоит довольно дорого, но вот этого я не видел никогда. И вот что происходило дальше. Понимаю, что, скорее всего, это мошенник, но он же где-то взял, понимаете, эти картинки. Это видео уже мое, это снимала моя сотрудница, но он мне скинул что-то похожее, намного хуже качеством. Я ему написал, он мне стал писать такое, что да, камни мои, я продаю сразу все вместе, значит, цена там такая-то, ну, там десятки тысяч долларов. И я им пишу, слушай, ты их положи, вот на бумажке напиши, там код определенный цифровой ему скинул, напиши ему, вернее, сними видео, скинь меня, да. На что он, конечно же, ответил, что у него сломался телефон, ну, тут все как бы понятно, но будьте осторожны, бывает, что это мошенник, который знает, где лежат эти настоящие камни, он может пойти у этого друга и взять на часик, написать что-то на бумажке, снять, отправить тебе камни, отдать обратно, да. То есть, этот даже не стал отправлять мне видео, потом прошло дня три, он мне пишет, ну что, ты будешь покупать или нет, и мне номер карты скидывает постоянно в конце каждого сообщения. Я пишу, так где видео? Прошло еще дня три, он, видимо, пошел к этому знакомому, знакомых, знакомых, у которых он это снимал, написал на бумажке код, который я ему скинул, да, значит, снял видео, скинул мне. Я ему пишу, отлично, сними сейчас помещение, он пишет, ой, у меня опять телефон сомался, но я понял, что камни точно не у него, и, скорее всего, это не его камни. Я решил, ну, что ради такого, такой красоты можно рискнуть, ну, стоимостью одного из них, да. Я ему написал, слушай, вот самый маленький на картинке, вот этот вот, обвел его, продай мне. Я его сдам в лабораторию, посмотрю вживую, какой он, тогда уже будем дальше вести переговоры. На что он ответил опять типичную для мошенников, как бы, типичной для мошенников фразой, да. Он написал, что я продаю только все сразу, и сумму всю пуляй мне всю сразу, полностью, никаких вот по одному, по три нет, только вот все и стопроцентная оплата. Ну, понятно, что меня хотели обмануть и взять у меня просто все эти денежки и украсть их, да, потом удалить аккаунт или просто меня заблокировать, а можно не отвечать, то есть это все обычно так делается. Ну, мне их настолько сильно хотелось достать, что я действительно потерял сон, я потерял покой, я стал думать, блин, как же так? Я даже название им придумал, я их назвал, этот цвет назвал Dark Omen, да, это переводится как темное знамение, темное знамение. Кстати, они будут в камнях недели, я там сказал темное затмение, это я говорился, темное знамение или предзнаменование. Очень красивое название, мрачное, готическое, как я люблю, да. Я когда-то очень давно играл в игру Warhammer Dark Omen, вот, значит, и с тех пор мне вот это название понравилось, я его хотел хоть где-нибудь применить, хоть когда-нибудь. Так вот, что я сделал, я стал думать, как же, блин, мне их забрать, я даже думал полететь в Афганистан, ну, знаете, то есть, смотрите, я стал узнавать у знакомых, знакомых спрашивать, и оказалось, что вот именно этого цвета турмалины добывают только в Афганистане, только в одном ущелье. Я даже думал полететь в Афганистан, как раз там вот это все произошло, когда люди на самолетах вылетали, падали с них, да, и все остальные неприятности. Я понял, что в Афганистан нет пока ни варианта, и ближайшие, я думаю, что много лет пока ни варианта совсем. Вот, плюс, видите, я как бы узнаваемый, если я прилечу в какую-то страну, где очень быстро меня узнают и поймут, что я в воде из компании, и, соответственно, у меня есть деньги, да, я думаю, что это плохо закончится, сами понимаете, чем. Поэтому я действительно не мог заснуть, найти себе покой, я вспомнил, что в Бангкоке у нас есть афганцы, у которых мы когда-то покупали изумруды много лет назад, я попросил сотрудницу, их контактов у нас нету, она поехала в Бангкок, нашла их офис, поговорила с ними, они написали всем своим родным, знакомым, родственникам, скинули эти видосики, видел ли кто-то такие турмалины. Оказалось, что видели, что именно эту коробку видели у дяди, двоюродного брата, сестры, которая знает мужа, соседа, ну, в общем, там длинная очень цепочка, ее очень долго разматывали, и там брат, жены, соседа, мужа, знакомого сказал, что да, я смогу их для тебя выкупить и тебе их прислать. И вот эти вот афганцы, которые в Бангкоке, они сказали, что мы гарантируем, то есть мы несем ответственность, ты деньги можешь нам отдать только когда турмалины уже пришли. Естественно, за какой-то процент, но тут, видите, ради такого уникального цвета денег не жалко. И вот мы прям, ну, такую операцию спасения проводили. Вот, мошенник, когда узнал, что турмалины уходят, я их все-таки, не получится у меня их, ну, вернее, как, не продать их мне, а взять у меня деньги за них. Он понял, что я на них вышел, он пошел к хозяину их, стал кричать, требовать, скандалить, что как же так, у меня сделка, не продавай их никому, оставь, я их сам продам. Я первый, ну, всякое такое, начал мне писать, звонить, что срочно скидывай деньги, и начались скидки. То есть там дошло до 70% от цены, ну, в смысле, что скидка 30% была, да. Но, опять же, все эти 70% надо было ему отправить сразу и, как бы, вперед 100%, ну, то есть 70%, а камни потом. По одному никак нельзя, и, ну, со всеми вытекающими, да. Ну, и вот, в конце концов, я их получил. Понятно, что половина уже из них разошлось, ну, во-первых, мы себе взяли чуть-чуть, во-вторых, разошлось среди постоянных покупателей, друзей и знакомых, которые у меня их увидели в моем личном инстаграме и давно ждали. Ну, вот, половинка еще осталась. Как бы даже пару российских знаменитостей у меня их купили, пока не буду говорить. Кто? Ну, спрошу у них разрешение, когда кольца будет знакомо, если они позволят, я потом скажу, что вот такие-то у меня заказали тоже. Поэтому какая-то часть из них осталась, я бы вообще жадный, я бы их все себе оставил, но у меня зависают так всегда довольно большие суммы. Это вот, кстати, на тему, а чего это ты сам все не купишь, а через год не продашь, да? Когда я показываю какие-то камни по очень выгодной цене, говорю, смотрите, их можно там через год, через три продать вот с такой-то наценкой. Ну, вот потому что пока у меня деньги будут висеть в этих турмалинах, у меня мимо кассы проходит еще, еще, еще всего такого много интересного. Вот, я, например, нашел таитянский жемчуг такой черный с розоватым, зеленоватым отливом. Надо тоже срочно покупать, потому что цена супер выгодная, там чуть ли не в три раза дешевле нижней рыночной стоимости его продают. Вот такая история, вы такое любите. Я под видео ставлю цену по каратная разбивка, сколько стоит там, три карата, пять карат, семь карат, десять карат. Пишите в WhatsApp, вот, ну, я буду по моменту, вот, что еще осталось в данный момент на руках, ну, конечно, я знаю, что разберут очень быстро, вот. И имейте в виду, что вот видео, которое вы видели, это снято на улице в хорошую погоду, что дома, конечно же, то есть у них нет эффекта неоновости, а дома они выглядят, ну, как-то попроще, поскромнее, да, побледнее, то есть это не волшебные камни магические, которые светятся даже в темноте. Но настолько уникальное сочетание цветов, вы знаете, что можно, простите, отсутствие неоновости на сто процентов совершенно. Я такого никогда не видел, надеюсь, когда-нибудь еще купить такую партию. Уже всех попросил, что, ребят, если вдруг выскочит, плохого качества мне уже показывали, они там все прям, ну, вот, в трещинах, вот так вдоль поперек, такое нам не надо. Вот хорошего качества, к сожалению, нету, и когда будет, непонятно пока. Вот, так что всем Даркомен, пока!